Всем добрый вечер! И мы сегодня поговорим об этом стихе в следующем, потому что после этого говорится И сделаю тебя большим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и сделаю тебе благословение Мы сегодня разберем вот эти два стиха и узнаем некоторые очень интересные вещи Как мы это будем делать? Мы сейчас немножко соединим наше изучение недельной главы с Турат Муса С еврейской этикой так называемой И мы поговорим о нескольких вещах, которые и нам объяснят эти два стиха И помогут нам понять, как нам сегодня правильно вести, добиться благословения Всевышнего, вообще вести во всех вещах И по дороге мы выучим очень интересную штуку Как человеку балансировать между традицией, с одной стороны, и с другой стороны Важностью, чтобы у него лично он проверял вещи, и он выяснял истину, скажем так, сам Это очень интересная вещь, которую мы разберем, то есть, да, и вообще отношение к устрожениям и так далее Что требуется от человека, и что сделал в этом Абрам И что мы можем выучить Окей, это глобально такое как анонс, и с этого мы начнем Дело в том, что есть Саба Мекель Саба Мекель, это один из Абота Мусара, это раби Сим Хазис Ильзим Он, то есть, Тнуата Мусара, это движение Мусар, которое, то есть, оно больше к литовскому евреству относится И оно, то есть, занималось, то есть, называется, всевозможными подходами к служению Всевышнему и так далее Где-то 19 век и так далее И он как раз дал речь, которой мы с ней займемся, которая началась именно с разбора И он разбирает, в конце концов, эти два стиха, которые мы видим в нашей главе И он, в принципе, в течение этого, то есть, в течение этого речи, то есть, да, этого объяснения В конце концов, раскрывает и подход Кельма В подходе к Мусару, к еврейской этике, к служению Всевышнего И нам дастся некоторые вещи очень интересные в аспекте, о которых я хочу поговорить И, естественно, в понимании этих стихов Итак, говорит, сказано так Я буду сейчас автоматически переводить написанное, с вашего позволения Чтобы вам было понятно И он говорит, и то, что мы уже говорили об этом То есть, пишет Саба Мекель То есть, да, что человек не только должен делать поиск в величии, праведности И чисто, как это, хасидут, это имеется в виду Это не хасидут, это слово хасиды, то есть рэпы Это хасидут с точки зрения Ой, мне вылетело это русское слово, как всегда Благочестивый, во, вспомнил У меня крутится что-то с чистым То есть, да, благочестивый Но именно добраться до того, что обязан То есть, то, что он обязан делать То есть, да, своим знанием и разумом То есть, да, что это действительно истинно И полезно, и хорошо Ибо тот, кто ищет для себя Благочестивости и праведности Как, например, Мацаш Мура Или опасения, то есть, не есть новая То есть, новая пшеница Это немножко нужно объяснить То есть, новая пшеница за границей имеется в виду Дело в том, что в Израиле есть такое понятие Сур-Хадаш То есть, до первого дня Песах То есть, по первого дня Холямоид Песах А нельзя есть новую пшеницу и так далее То есть, новые злаковые выращены По причине того, что То есть, то можно только старое То есть, есть А за границей это устражение То есть, я только в земле Израиля За границей устражение Так в любом случае То есть, человек, который берет на себя То есть, ищет для себя пути Благочестивости и праведности Как, например, заповеди Мацаш Мура и так далее Он иногда будет это соблюдать А иногда не будет То есть, да То есть, когда он будет в пути, например Не будет соблюдать Это то, чего не будет Когда этот человек делает вещи Бейкра-Хада То есть, вещи, которые у него То есть, они четкие И они обязательные для него И это тогда не будет никак меняться То есть, давайте я объясню то, что здесь написано На еврейке непросто На русском еще, когда перевод еще тяжелее Он говорит очень важную вещь Которую, кстати, мы обсудим И которую потом у Авраама Авина Что одна из самых базизных Фундаментальных подходов Которые есть То есть, как объясняет Саба Микель То есть, да Рамсим Хазисель Он говорит так Что недостойно, неправильно Человека приучать себя Всевозможными нормам Повышенным То есть, да Вести себя в праведности Или в благочестии Называется больше, чем обязывает закон Очень интересная вещь То есть, в принципе, он другими словами говорит То есть, человек должен соблюдать То, что он обязан И то, что Аллаха его обязан Он не должен делать То есть, называется Рамсим Хазисель Он был против хумрут Он был против устражений Почему? Потому что он видит То есть, например, он приводит Мацаш Мура То есть, Мацаш Мура По устражению, которое он против него Естественно, речь идет о Мацаш Мура Не в первый день Песока Первый день Песок Мацаш Мура По многим По закону То есть, в Летоседов Он говорит, другие дни Песок Мацаш Мура И То есть, вот этот вот запрет Ису Хадаш Что с вами объяснил И он говорит, что самая главная проблема С этими устражениями Он говорит, что они непостоянны Иногда человек То есть, когда у него вынужденная ситуация Он, оказывается, в дороге Он не будет ее соблюдать То есть, он Не будет делать устражения Потому что нечего делать устражения И говорит Сим Хадзисель Что нужно выстраивать Свой религиозный мир Нужно выстраивать Весь религиозный свой мир Свою религиозную То есть, жизнь, так называемую На то, что называется Вещах постоянных Вещах, которые человеку абсолютно То есть, они вот так вот Нужно делать То есть, это безаловка И тут уже вправо-лево нельзя И это намного более важно Потому что тогда даже В безвыходных ситуациях Он будет продолжать соблюдать Дальше Продолжает Рэп Сим Хадзисель И объясняет еще одну Очень интересную вещь Которая связана С соблюдением человека И действиями Я потом Потом поймете Когда я приду к Аврааму Когда мы вернемся Обратно к нашим стихам Вы поймете, о чем идет речь И вот увидите Вау То есть, какие вещи Что-то открывает Он говорит И вот мы знаем Что человек Который То есть, та вещь Которую человек Слушает От другого То есть, кто-то ему говорит Сделать Может быть, сделает По просьбе Любимого им человека То есть, он может сделать Но он не обязан Это делать В отличие от того Что придет к нему Не от другого Ибо это настоящая вещь Обязательная То есть, что он говорит Человек Когда делает вещи Из-за внешнего обязательства То есть, допустим Если кто-то попросил Что-то сделать Они нам Отличаются кардинально От тех вещей Которые человек делает Из-за того Что он уверен И он считает Что это ценность Он делает это по-другому Абсолютно То есть, да Когда он абсолютно Скажем так Внутренне обязан Делать эти вещи Когда он внутренне чувствует Что он обязан это делать И понятно Что человек Который делает По просьбе Кого-то другого Или ради другого Или какого-то Из-за внешнего Триггера То он меньше Чувствует Обязан к этим вещам Тогда же Тогда же Когда человек Делает Даже если Просит его Кто-то Его близкий И так далее Но когда человек То есть, да Делает Из-за Того Что он Убедился Он прошел Понимание Глубокое И так далее Он считает Часть его Он будет И делать Намного сильнее Намного Естественно С большим ровением И тут Рэп Симка Зисел Дотрагивается К болевой Точке Точнее К слабой Точке Понятия Традиция То есть Понятие Массор Это вообще Каковое Дело в том Что Понятно Что есть Огромная Сила Понятия Традиции Для продолжения Всего Что есть То есть Да И понятно Что очень важно Чтобы все Строилось На традиции На глубоких Корнях И так далее Но Дело в том Что тот факт Что человеку Не дан Выбор Выбирать Решать Перебирать И так далее Он То есть У него нет Возможности Выбирать И решать Как ему Ити Что ему Хорошо Что ему Плохо В конце Концов Это Бьет По Скажем так Внутренней Мотивации Действия Что В принципе И приводит К тому Что человеку Тяжело Соблюдать Традицию И так далее Кстати Есть в другом Месте То есть Объясняет Это намного Более Чертно Он говорит Так Он говорит Фразу Жесткую То есть Все основное Разрушение Человека Из-за того Что он Кладет свою веру На рога Оленя То есть На пустую Что имеется ввиду Я имею ввиду Что Ту веру Которую он Получил В его молодости Во время того Когда он Бежал Как олень Быстро Не хватает Не углубляясь Это разрушительно Для человека Он говорит Но человек Должен Который Входит в традицию Усилить Свою веру Чем Как будто Казательство Аксиомы То есть Их нужно Вглядываться Их Вникать И тот Кто не будет В них Вникать Ничего не понимает Полное понимание И только В вере Скажет Говорит Трэп Симха Зисал И важную Вещь Икар Харисат Адам То есть Основное Разрушение Человека Чего идет Это Прикнятие Традиции Такой Так Она Есть Без Того Чтоб Человек Задавал Вопросы И без Того Чтоб Человек Разбирался И пытался Выяснять Таким Образом Говорит Трэп Симха Зисал Бара Мусар Человек Правильно Разбирается Вера Будет Найти Развиваться Духовно И так далее Это Тот Кто Строит Свою Веру На Том Что Он Сам Себя Доказывает То есть Что Он Доказывает И Проверяет А Не Полагается Только На Традицию Даже Те Вещи Которые Нужно Доказать Аксиомы Они Тоже Говорит Рапси Разбирается Требует Выяснение Углубления Только Это Парадит По-настоящему Сильную Крепку Веры И Разбитие Дальше Таким Образом Задаем Хороший вопрос А зачем Традиция Зачем Зачем Она Нужна Мне кажется Вообще По недельной Голове Не Головей Зашел Какую-то Философию Вы Сейчас Узнаете Почему Это Связано Да С Недельной Головей Это То Что Он Объясняет Первые Слова Два Первых Стиха В нашей Недельной Головей Но Это Гениальная Вещь И Снова Вопрос Тогда Зачем Традиция Если Лучше Всего Было Чтоб Человек Сам Выбирал Себе Путь Истинный Путь Как Идти Как Жить И так Далее Как Делать Хорошее Правильно И так Далее Как Сегодня Любят Говорить Ишба Баимуна Тохи Этот Человек В своей Вере Будет Жить Правда Нет Такого Стиха Извините За Выражение Есть Стих Который Садик Баимуна Твоих Нет Праведник Вере Своей Будет Жить А Не Каждый Будет Жить Своей Веры Это Неправильно Нет Такого И Да Пытается Становиться Лицом К лицу К этим Вопрос Отвечать На Нем Он Действительно Не Убегает И По Дороге Он Называется Философски Подходом Так Называем Людям Которые Сегодня Скажем Так Светский Мир Этим На Этом Строится Отвергает Он Говорит Мы Увидели Этот Подход У Философ Который Приходит Учить Философ Ему Говорят Выбрось От Себя Все Что Ты Слышал До Сегодняшнего День И Начинай Расследовать Своим Разум Кстати Это Подход Науки Ты Не Веришь Ничему Ты Все Проверяешь И Он Говорит И Это И Это Идет Против Всех Углов Торы Ибо Базис То есть Торы Религии Это Принятие Традиция Но Вместе С тем Есть Также Место Этому Но Они Меняют Ввиду Фраза Идет У них Трезвая Идея Что Нужно Проверять Нужно Углубляться Нужно Это Но Они Неправильную Направляют Что Имеется Ввиду Объясним То есть Это Говорит Рексик Объясним То есть Мнение Философа Они Говорят Выбросит Тебя Все Что Называется Ты Слушал До Этого Дня А Он Говорит Нет Наоборот Наоборот Нужно Делать Мы Будем Держаться За Называется Канаты Принятия Трой Традиции И После Него Будем Умудряться Понимая Нашим Разумом Лучше То Бишь Он Приводит Пример То есть Человек Который Знает Что Если Это Закон Когда Человек Нашел Потерю Хочет Сказать Что Это Его Он Нашел Он Спорит С Другим И Там Есть Коэн Коэн Тогда Он Забирает Он Говорит Человек Этот Закон Это Традиция Человек Лучше Поймет То есть Когда Он Будет Знать Традицию Но Он Будет Разбирать То есть Да Вытаскивают Или Нет Объясняется Многие В Талмуде Когда Мудрецы Разбирают Закон Уже Есть И Они Начинают Разбирать И Понимать То есть Да А На чем Он Строится Задавать Вопросы По Поводу Него То есть Да И Как И Почему Хотя Закон Уже Есть Да Закон Есть Мы Остаемся В рамках Закона Но Начинаем Копаться Выяснять И Тогда В этом Случае Он Кстати Приводит И Точно Так же Кто Здесь Работает То есть Когда Человек Знает У нее Странится Что Всевышний Есть И Мир Был Создан Но Ему Намного Проще Углубляться И Понимать Называется Доказательство И Копаться Доказательство Искать То есть Что он Говорит В отличие От философии Которая Говорит Что Что Человек Должен Только Использовать Свой интеллект И оставить В стороне Традицию Традиция Не интересует Только интеллект И только интеллект Нам познаем Нет Он Говорит Мы Берем Традицию И Используем Наш Интеллект Для того Чтобы Подтвердить Или Опровергнуть Традицию То есть Или Может Найти То есть Другая Традиция А здесь Была Ошибка Но У нас То Что Делается В принципе Традиция Нас Направляет И держит Рамки Помогает Нам Лучше Углубляться А не Бегать Как Слепые Завязанными Глазами И искать Новый Путь Дальше Подход Философа Происходит Тому Что Ты Как Слепой Котенок Тыкаешься И В конце Котенок Может Ошибочно Ушел Здесь У тебя Тема Держится И Ты Просто Внутри Копаешь Разбираешь И Понимаешь Намного Для Себя И Здесь Вот Это Речь Сказал Рапсим Он Возвращается К Нашей Недельной Главе И Говорит По Поводу Авраама И Вот Авраама Вину Наш Авраама Вину Который Вышел Который Сказал Идти В Землю Которую Показ Он Был Изначально Не Он Говорит Так То есть У него Не Было Ничего Что Подталкивало Его К Пониманию То есть Которое Привело К Праведности И Благочестию Но Именно Сила Того Что Его Осветила Мудрость И Понимание Философской Истины То есть В ее чистоте И так Далее Потому Что Он Рос У Далопоклонника Тераха Его Отца То есть И только Хотел Найти Дорогу Перед Собой Чтобы Ему По-настоящему Было Хорошо То есть У него Не было Традиции Нормальной У Авраама Вину Он Получил Что Он Получил Отца Далопоклонника Который Все Собляли Поэтому Он Начал Следовать Мир Сам Авраама Вину И Он Хотел Найти Дорогу Которую По-настоящему И понял То Что Люди Мира Думают Своей Мысль Что Это Хорошо По-настоящему Нехорошо В Свете Истины То Что Они Думают Люди Что Это Хорошо Это Нехорошо Когда Мы Смотрим На Истину И Поэтому Авраама Вину Начал Исследовать И Пришел К Выводу Что Такое Настоящее Хорошо Чтобы Человек То есть Который И Действенно И Существенный Чтобы Человек За него Держался И Чтобы Это Работало Действительно Для Его Блага А Не Для Того Чтобы Исполнить Его Приверженность И Его Благочестие Ибо Он То Ему Нечего Было Ибо Он Вырос В доме Терраф И Вот Он Начал Смотреть Что Строение Мира Обязательно Было Направлено Кем-то Кто-то Должен Направлять То есть Это Пришел К этому Выводу В раму И Поэтому Понял Что Предназначение Человека Для Чтобы Было Хорошо Это Прикрепиться К тому Кто Естественно Создал Этот Мир И И И И И И И Делать Его Желания И Таким Образом Он Прикрепил К себя К источнику Жизни И К источнику Всего Хорошего И Прекрасного И И Это И 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 Полностью Полностью было в том, что он проложил путь веры. Как он его проложил? Он сам раскрыл существование Всевышнего. Проложил дорогу, так познавать и приближаться к Всевышнему. Сам. И у Врама Вина получилось отделаться от языческих подходов, которые он получил, естественно, в доме Тераха. И в том обществе, в котором он жил, и самостоятельно прийти к веру в единого Бога. Сам. Теперь, так как Ваврама Вину нашел этот путь сам по себе, он стал етитбальтамут. То есть, да, он стал колышком, который не вырвешь и не склонишь. Почему? Потому что его никакая сила в мире не может сдвинуть, потому что он сам к этому пришел. Когда человек сам познает, то есть, таким образом, через Абрама Вину доказывают вот эту вот идею, которую он продвигал, что очень важно, чтобы человек сам копался, сам искал, укреплял веру, тогда его невозможно сдвинуть. Потому что если в нем построено все только на принятии, без копания, без вопросов, без исследований и так далее, только на одном. Традиция, мы сказали, нужна. Обязательно нужна. Но без того, чтобы это было, то есть, без того, чтобы копать, выяснять и так далее, его можно вот так вот кидать. Его можно вырвать из традиции, то есть, но когда он исследовал, когда он прошел, когда он понял, когда это все вошло в его сердце, и все его сдвинуть невозможно. Это то, что с Абрама видно, это его заслуга огромная. И тогда ни к чему не могло сдвинуть. И поэтому он пишет дальше. В Ахрейки Раай Ашемит Барах. После того, как Всевышний увидел так Авраама, как он себе ввел, что он хочет знать истину, взял его к себе и приблизил к себе и дал ему понятие, понимание его, то есть, да, больше, чем человеческая природа. Ибо ты даешь разумение человеку, даже не евреям, и начал, то есть, да, то есть, и дал ему учить мудрость от Всевышнего, то есть, да, то есть, от себя, то есть, да, то есть, имеется в виду, поднять величие, великолепие больше, чем человеческая возможность. То есть, что имеется в виду? Всевышний, когда увидел Авраама Вину, то, что он делал, что он пришел, Авраама Вину, к абсолютному полному пониманию, абсолютному, то есть, да, с помощью его интеллектуальной работы и познания, и исследования, и углубления во все, и расшуждения, и так далее. Таким образом, Всевышний дал ему познание Всевышнего уже выше, чем может достичь человек. Это все он строит, начиная говорить про нашу главу, про наши стихи. Он прямым текстом не объясняется сами стихи, которыми он начал, то есть, он начал эти стихи, сказал, то есть, начало нашей недельной главы, и начал, то есть, свою речь. Но он не объяснил, то есть, до конца. Но после того, что мы сказали, сейчас можно объяснить, что-то, то есть, можно прекрасно понять, что он имеет в виду, и что говорит Рыбсим Хадзисы. Про стихи, которые мы сказали. Давайте повторим стихи. Сказано, то есть, иди себе, то есть, иди себе, и так далее, из земли твоей, из дома, то есть, родина твоя, из дома твоего отца, в землю, которую я тебе покажу. И сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и подниму, то есть, возвышу имя твое, и будет на тебе благословение. Таким образом, с чего начинается стих? Про Авраама Вену. Повеление, призыв Всевышнего к Аврааму, лех леха. Это призыв. Что такое лех леха? Как его можно понять, из слова Рыбсим Хадзисы. Лех и мацмаха, иди с собой. То есть, не иди по себе, иди с собой. Что мне делать, иди с собой? Задача твоего движения – это прийти к внутреннему балансу понимания истины вещей. То, что Авраам делал. Теперь продолжение стиха показывает, раскрывает то, как Всевышний движет, то есть, то, что называется, как Всевышний движет Авраама Вену. То есть, когда Авраама Вену доходит до пика познания человеческого, то есть, когда он это все делает, Всевышний говорит ему, что? Сделаю тебя великим народом и возвеличу имя твое и дам тебе благословение. То есть, что говорит Всевышний? Я тебя подниму и возвеличу Авраама выше постижения человека. Таким образом, из первых стихов нашей недельной главы выходят два, скажем так, шнейм и сарим, то есть, две идеи. Первая. Лех-леха иди себе. То есть, человек должен построить свой религиозный мир на личном копании, исследовании и так далее, и так далее. Естественно, придерживаясь традиции, но используя то, что дел Авраама Вену. Авраама Вену не было традиции. У нас есть, слава Богу, традиция, то, что нас направляет, но в принципе на базе того, что сделал Авраама Вену. Лех-леха. То есть, копай, строй свой мир, то есть, свой таким, чтобы он был четким, ясным, понятным тебе, чтобы он заложился в тебе в сердце и в душу остался там. Это лех-леха. И тогда второй аспект, который выходит. Ва-я-сэ-хали-бой-гадоли. Тогда, когда человек действительно делает то, что возможно на него, считая со своими силами, то есть, понятно, каждый человек своей силой. То есть, если он действительно прикладывает все силы для того, чтобы углубиться, понять, познать истину, двигаться к ней и так далее, как делал Авраама Вену, тогда Всевышний пробивает до него все границы. Тогда Всевышний для него все раскрывает и пробивает ему возможности человеческие. И тогда он может добраться и добиться и понять и постичь те вещи, которые человеческий разум не может. По идее. Поэтому так можно объяснить многие вещи, что произошло с великими мудрецами еврейского народа. Когда ты видишь, что у них нечеловеческие способности, что их память нечеловеческая, что их вещи, которые они писали, говорили и так далее. То есть, иногда, допустим, возьмем того же Рамбома. То есть, есть такая фраза, мне она нравится. Если бы мы не знали, что все это написал и сделал один человек, мы думали, чтобы над этим работал целый университет. А это сделал все один человек. Причем за очень короткий период времени. Почему? Потому что они, у них был вот этот вот интерес, вот этот вот прикладывание всех сил для того, чтобы постичь в них и так далее. И тогда Всевышний раскрывает все границы. Он помогает. И это та идея, которая идет из нашей главы, по мнению Роксима Зысева. Я, по-моему, я считаю, что это идея гениальна. Это идея гениальная, которая сильно помогает мотивации. Во-первых, как правильно построить нашу веру, чтобы вера была крепкой. Не только на принятии традиции. На традиции она должна быть маяком, компасом, но мы должны углубляться и понимать дальше, а не принимать все, как оно есть и все. Тогда мы намного более крепкими. Если мы будем прикладывать к этому огромные силы, то мы получим нечеловеческие возможности. Причем каждый. Каждый из нас. Крымпоизврата шемстов мы действительно смогли этому удостоиться. На этом я сегодня заканчиваю урок. Надеюсь, что вам было интересно. Правда, подход к идее был немножко длинноватый, но я думаю, что понять идею подхода муса, то есть идеи служения Всевышнему в чистоте и так далее к Хельму тоже интересно было само по себе. И на этом я заканчиваю запись. Все хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись.